приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня хочу рассказать об одной из проблем которые у меня есть который я постоянно сталкиваюсь значит я покупаю постоянно племенных маточек из которых я из личинок которых я делаю прививки и потом его вывожу маточки f1 и реализую и себе по пасеке какая здесь проблема значит карника пчела отличается тем что она не роится первое отличие тем что она не роится второе отличие тем что у него вместо роения точно также развит инстинкт тихой смены матки поначалу я думал что это ну как бы где-то некачественная матка где-то вот на искусственное осеменение может быть там где-то как-то что-то неправильно но потом понял не у них это у них это поголовно то есть ну как роение вместо роения у них тихая смена матки поэтому приходится раз в неделю просматривать если только я пропущу где-то вот раз в неделю все там уже бегает другая матка но если покупаешь за большие деньги если его там ждешь если там ну жалко одну матку мне искусственного семени островного спаривания с германии у меня сменили жалко ну бабуша есть еще материал то есть как бы проблема большая но все равно жалко жалко это моя недоработка ну и так предлагаю посмотреть одной из семей здесь трой за 1075 из германии так рамки значит отцвела у нас липа отцвела рамка почти пустая но это крайне в гнезде рамка почти пустая вот так выглядит так если в прошлом году я показывал эту же семью на маточке кстати здесь уже два года я ее в прошлом году показывал тут полнометные рамки были наносили они отлично в этом году так ближе гнезде чуть-чуть вот есть но опять же это не мед как бы как для ткачки это мед больше для них вот здесь еще ближе гнезду еще чуть рамка более полно весная так идем дальше ну тут маточников тихой смены нет вот а задача моя это что я хочу показать что вот этот контроль чтобы не было тихой смены так идем тут нету такая рамочка такая на пресс конечно это я через некоторое время а уже сегодняшнего дня практически буду начинать сокращать гнездо такие черные рамки на край туда вот ну вот такие мисочки они тянут всегда это у не как такой инстинкт но тут нету яйца тут нету как бы в мисочках нету некоторое время назад вот в таких мисочках были яйца то есть вот я жюю такой весенне-летний переходной период они тянут тихой смены час ну дай бог чтобы у них и опять же это горячка уже прошла у червячки есть маточка сеет то есть я еще раз говорю что у меня была такая мысль что как бы некачественная матка тянут маточники тихой смены но оказалось нет это у них в порядке вещей так яйца нет не вижу тут то же самое вот проверяю не не вижу яйца нету так нету просто тянут мисочки ну и смотрим матку это у меня рамочка тут я трудней выводил вот уже день и где трудень выходит уже у них даже даже трудней а уже маточка не закладывает то есть это уже говорит о том что ажиотаж этот прошел и уже происходит переломный такой период уже к зиме то есть все что по выводу по как бы райвой такой период у кого там это все проходит уже наступает подготовка к зимовке все нету здесь и матки нету я не вижу идем дальше и следующая тоже строительная рамочка то же самое выводили они трудней смотрим тут нет даже не дотянули немножко внизу вот потянули там так яйца здесь нету хотя я жюри некоторое количество времени назад то маточка туда закладывала яйца там были так тут смотрим вот она и кстати маточка вот видно будет а номерочек и есть хорошо отлично себя чувствует казалось бы вот что что тут не хватает опять же маточка думаю что хорошего качества еще не один год прослужит но постоянно ее надо спасать от и от ее же пчел вот отбил в этот период такой она еще будет работать не отбил все чел ее сменили так но тем не менее сейчас мы просмотрим до конца следующая рамочка так но тут немножко такая живая расплод хороший кстати такой хороший еще качественный расплод вот что ее менять что такой расплод где у молодой матки не всегда такой расплод как это уже двухлетние тут выходил расплод тут червячки по бокам но нету я уже не вижу маточников тихой смен я уже не вижу то есть получается что что то что делают в тихую смену не всегда это говорит о плохом качестве матки просто вот инстинкт чего это такая они сюда немножко мед там закладывают я говорю надо вот с этого времени я начну сокращать возможно эту я за заставную поставлю возможно другую ну в общем потихоньку начнут сокращать лучше вот я такие вот черные рамки буду ставить за заставной вот это вот сейчас я не поставлю тут полностью расплод так кстати теперь смотрим вот мисочка так яйца нету мисочка яйца нету в мисочка яйца нету нету то есть мисочки то они тянут инстинкт остался но яйцо уже маточка не закладывает под и поэтому можно быть спокоен так с этой стороны еще раз мисочка но их надо проверять все вдруг хоть в одной останется яйцо они ее сменят так и очень внимательно кстати очень надо внимательно быть свои те что f1 у меня конечно я так не контролирует просто даже нету времени да и если сменят там то я ее точно также сменю еще раз на f1 то есть это мы с ними там очень быстро с девочками разберемся а вот если они сменят племенную ну что это хуже это намного хуже здесь смотрим так нету здесь нету ну опять же вот так успокаиваться нельзя надо просмотреть все рамки до конца потому что на последней рамки может оказаться маточник тихой смены с одним яйцом из которого они выведут себе молодую а эту сменят и все и что ты с ними может делать так у меня он и сделали немножко не досмотрел ну так понадеялся что думаю ну все же просмотрел вроде все а там к это хиленькая где-то сбоку было нету это перговая рамочка такая так тут а вот мисочка есть смотрим так вот я его ступал нету яйца нету все вот с обложкой приходят видно какая-то светленькая обложка что-то они там по находили вот видно а вот правильно почему они здесь потому что вот перговая рамочкой вот они все здесь пергу слава богу тоже вот хорошо что они пергу не разбрасывают по всем рамкам а именно одну рамочку вот его можно потом где-то ставить на краю гнезда при формировке гнезда ну в зиму такая это как бы полностью перговая она не идет если немножко там перги где-то то можно в зиму оставлять атака это в склад и ранее ранее весной когда еще ничего не цветет ее можно выставлять волей или кто-то добывает пергу тогда зимой там специально можно ее забывать эту пергу это в местах где в районах где в принципе достаточно перги и что его можно пчел забрать контакт так здесь то же самое перговая рамочка тихой смены не вижу то же самое дальше осталось для рамочки но я же обязательно и их надо пересмотреть для полной уверенности так смотрим еще одна мисочка видите то что я говорю смотрим нету яиц нету яйца тут нету так идем дальше здесь не видно хорошо и последняя рамочка эту семью я уже показал что я его использую как отцовскую ну то есть выводил я из других прививку делал а это меня семья как отцовская тут в основном труд не там по бокам от них сейчас так не видно здесь перговая рамочка так и здесь тоже самое нету ну такие дела то есть вот такую работу приходится проводить раз в неделю и делать это надо очень тщательно еще раз говорю раз вот я не очень тщательно посмотрел где-то сбоку остался такой маточник которого я не увидел через еще неделю приезжаю там уже бегает другая матка мою островного спаривания с германии которую я очень очень ждал долго надеялся и так далее так далее все сменили ну что ты им девкам скажешь ну что развел руками на их вы девки и все отдельно хочу остановиться на миролюбие этих пчел и показать ну то что я без маски без ничего это ничего смотрим дальше ну что еще тут делать не на этом все подписывайтесь на канал пишите комментарии пока